11 июня исполнилось 94 года ветерану, в 1944 году штурмовавшему Сапунгару. Иван Иванович Потук командовал группой разведчиков, которые под шквальным огнем гитлеровцев в рукопашную подавили противника и взяли главную в своей жизни высоту, подрузив на ней знамя победы. Сапунгара была мощно укреплена немцами, но советские солдаты одолели все. Разведчики под командованием Ивана Ивановича захватили Языков, узнавали планы траншей и укреплений и передавали основным боевым соединениям. Мы разбились на определенные группы и решили захватывать пленники. Вот мы там сразу захватили 8 пленников за первый вечер, за первую ночь. Ну, окопались, соответственно, и еще три ночи провели и только занимались этим захватом пленников. Решающему штурму дала поддержку предварительная атака советской артиллерии и авиации. Тем не менее, в советских войсках, продвигающихся к крутому склону, были большие потери. При штурме Сапунгары погибло 2424 человека. Разведчики группы Ивана Ивановича были на вершине первыми. Когда на Сапунгаре еще шел бой, они были уже в городе. Самая памятная встреча с жителями была в Севастополе. Почему? Потому что мы, как разведчики, там еще бои шли на Сапунгаре, а мы уже были в районе нашей панорамы. Начали люди выползать из своих домов. Кто в рыбах сидел, кто в траншеях, кто в развалинах домах. В основном старики и дети выходили, встречали. Но страшно на них было смотреть. Радости, от радости плакали. И обязательно кусочек хлеба десут или что такое. Трудно. Сегодня Иван Иванович Потук – один из немногих участников обороны Севастополя, кто находится в добром здравии. Мемуары писать не собирается, но охотно делится воспоминаниями о своем боевом прошлом устно. Кроме того, до сих пор занимается общественной деятельностью. Я – председатель Совета участников героической обороны и освобождения Севастополя. Когда меня избрали на эту должность, было больше двух тысяч человек. Больше двух тысяч. Ветеранов я имею в виду. Поздравить от лица севастопольцев Ивана Ивановича приехала исполняющая обязанности председателя Законодательного собрания Екатерина Борисовна Алтабаева. Хотим поздравить с днем рождения, пожелать здоровья. Ну, конечно, не только от Законодательного собрания, а от всех жителей города Героя Севастополя. Мы очень хотим, чтобы ваш опыт, ум, ваши совершенно удивительные качества человеческие, мужество, стойкость были нам примером. Коллектив телеканала НТС присоединяется к поздравлениям и благодарит Ивана Ивановича за освобождение нашего города.